Всем привет, мои хорошие! С вами Кемили и сегодня я снимаю для вас сладкий мукбанг. Давно у нас не было последний раз, когда я снимала сладкий мукбанг, а было с мороженым. Но прям вот такие вот тортики уже давненько не было. Я раньше вообще не любила сладкое, но последнее время после этих мукбангов, честно, когда долго я не ем сладкое, у меня прям портится настроение. Эти два я купила в Браво. Этот стоил 2.20, а этот чизкейк, он стоил 1.80. Тут Рафаэлло, банан. И давайте отвечать на вопросы. Айка, почему ты не можешь снять видео в трэш-салоне? Это же очень популярно на данный момент и набирает много просмотров. Я думаю, что у тебя бы хорошо получилось. Вопрос задает Олеся Князева. Олеся, не могу с тобой не согласиться. Действительно, тема очень такая хайповая, так скажем. Набирает много просмотров, но... Мне кажется, это грех. То есть, какой бы салон ни был, на него есть свой клиент, раз он работает. Я считаю крайне неправильно идти в салоны и начинать их обсирать. Во-первых, блогеру выгодно, чтобы салон был в плохом состоянии, его можно было обосрать. Потому что в таком случае будет больше просмотров, будет больше комментариев. Насколько это правильно? Человек вкладывает душу, делает себе имя, карьеру. А ты просто ради просмотров, ради денег, ради хайпа приходишь и начинаешь его обсирать. Насколько это правильно? Не знаю, мне кажется, есть куча других способов зарабатывать деньги. Снимайте что-то другое. Я не думаю, что я когда-то буду снимать трэш-салоны. Или, например, снимают... Заказала, не знаю, вызвала визажиста по Авито. И типа этот визажист пришел с Руби Роуз. Мужчина-визажист пришел с Руби Роуз. Помните эти старые палетки? На мой взгляд, просто попахивает обманом. Горячий чай летом самое то. Есть рубрики, которые мне, например, ближе. Например, покупки. Сидеть что-то рассказывать. Про брейки-то, например, рассказывать. Про похудение. Вчера, например, монтировала видео. Разница между школой и университетом. Правда, это не особо актуальная тема. Наверное, не всем интересно. Но все же... Покушала немножко сладкого и сразу прям настроение поднимается. У меня парень очень любит всякие тортики. Это прям его слабость. А я как бы равнодушна, можно сказать, к тортикам. Если только долгое время я не ем что-то сладкое, вот тогда у меня начинается ломка. А так, чтобы прям каждый день есть целый торт, не мое. У меня брат может целый торт огромный, несколько килограммовый, взять, поставить перед собой. И просто как пылесос это все съесть. Так что вот такие вот дела, ребята. Иногда реально заходишь в салон и думаешь, по вам плачет рубрика трэш-салоны. Ну, не хочется как-то поставлять людей, так скажем. Зачем? Я удивляюсь, что у таких блогеров ни одного комментария под типу того, что а я хожу в этот салон, мне все нравится, зачем вы вообще снимаете подобный контент. Наверное, людям нравится шоу. Я, например, смотрю Дом 2 и искренне не понимаю, почему всех участников Дома 2, даже после того, как они уходят с реалити, начинают обсирать. Но не любят. Почему, я не знаю. Людям нравится шоу, нравится это смотреть, нравится вызывать свою агрессию, негатив. Рафаэлки бомба. У нас была передача. Может, кто помнит, называлась Тойосун. Ее потом закрыли, потому что типа она нас позорила. Передача заключалась в том, что приходили девушки, приходили парни. И их нужно было поженить. Многие просто приходили пропиариться. Кто-то хотел, чтобы ему организовали бесплатную свадьбу. Казалось бы, ничего такого, но со стороны это выглядело ужасно глупо, честно. Очень странная была передача. Как можно просто на передаче увидеться и сразу пожениться. Это что-то странное. Чай уже заканчивается. Представляете? Когда я была маленькая, я смотрела Дом 2 и думала, вот когда я вырасту, я тоже пойду на Дом 2. Я тоже стану популярной. Меня будут показывать в телевизоре. Как же это круто, как же это интересно. Я стану звездой. Но потом, когда я выросла, уже были соцсети. И я видела, насколько ненавидят участников Дома 2. Начинают их обсирать в комментариях. То есть люди смотрят чисто поржать. Я всегда боялась, что пока я вырасту, Дом 2 уже закроется. Я не успею туда попасть и так далее. Полнейшая чушь. Дом 2, мне кажется, не закроется никогда. А все знаете почему? Потому что люди его смотрят. Просмотры. Отличные просмотры. Зачем им закрывать передачу, если такие рейтинги? Это просто нелогично. Поэтому все детство я сидела, смотрела Дом 2 и думала, блин, побыстрее бы вырасти и пойти на Дом 2. Это же так круто! Это же так интересно! С вашего позволения я его доедать не буду и чай тоже закончился. Сейчас бы шашлычок! Сейчас бы что-то такое жареное, прям вкусненькое. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень-очень сильно люблю. С вами была Экемили. Всем пока!